Здравствуйте, дорогие друзья. Сказано у пророка Ихескиля. В конце вы все равно послушаетесь голоса Бога и вернетесь к нему в раскаяние. И удалюсь плоти ваше, сердце каменное и так далее. Так будет со всеми, с каждым отдельным человеком. Но раз это все неизбежно, зачем ждать, когда можно раскаяться сейчас? Есть короткая притча, которая делает эту мысль более наглядной. Человек провинился и предстал перед судом. Судья предложил ему либо съесть тухлую рыбу, либо получить 100 ударов палками, либо заплатить 100 динаров. Подумал человек, проще всего съесть рыбу. Не стоит денег и не больно. Принесли рыбу, зловоние, он начал есть, у него желудок, в общем, все-все с тошнем. Все, говорит, не могу. Давайте 100 ударов, деньги все-таки будем беречь. Ему привязали к столбу, начали бить. Ох, боль была большая. Он кричит, все, не хочу 30 ударов, отойдите, я заплачу. И Медраж заканчивает эту притчу так. И гниль ел, и бит был, и деньги потерял. Если бы этот человек был мудрее, он ясно представлял бы, что ему предстоит. И заплатил бы деньги сразу, и не берег себя от страданий и боли. И так сказал Машера Бейну. Вы совершаете грехи, оскверняете души. Один грех лечет за собой другой. Вы опускаетесь, но на вас обрушиваются кары, напасти. Вы все равно пойдете раскаянию. Так зачем вам все это? Раскайтесь, сразу избежите всех бед. Вот, наверное, то, с чем надо подойти к Йом-Кипуру. Есть еще одна короткая притча. Изобретатель сделал первый воздушный шар. И вот один богатый человек сказал, возьми меня в первый же полет с собой. Тот его берет с собой. В общем, тот в ужасе поднялся, когда начал труситься, когда поднялся. Вот шар начал опускаться. Тот кричит, зачем ты меня взял? Это ужас. Тот говорит, да нет, просто воздух в шаре остыл, нам надо разогреть его снова. Так делай это, зажигай, говорит. Изобретатель пытается зажечь горелку, но безуспешно, ничего не выходит. У нас закончился газ. Пассажир от страха начинает терять сознание. Тот говорит ему, изобретатель, да подожди, мы можем набрать еще высоту? Надо избавиться от лишних вещей. Тот смотрит лишние вещи, смотрит, какие лишние вещи. Тут все нужное, но мы должны сбросить мешки, коробки, там, ценные вещи. Другого выхода нету. Ценные вещи, пассажир кричит, и вдруг глаза его остановились. Он кричит, эй, у меня есть потрясающая идея. Нам необходимы эти вещи. А кому нужен этот громадный дурацкий шар над головой? Я уверен, что он весит больше, чем вся корзина. И давай отрежем его и продолжим наше путешествие. Человек состоит из двух составляющих. Материальное тело и душа. Духовная составляющая побуждает нас к подъему. Но когда человек остывает, он начинает опускаться. Спускаться, точнее. В такие моменты необходим разогрев. Но если разогрев не получается, надо освободиться от лишней привязанности к материальному миру. Написали мудрецы, когда человек чувствует, что снижается духовный уровень его. Иногда он первым делом освобождается от духовной составляющей. Что, в свою очередь, приведет к ускорению снижения и даже к катастрофе. Вот такие две маленькие мудрости наших древних, много понимающих, опять, тавтология мудрецов, наверное, и надо запомнить сегодня. Мы приблизились к вами к Шаббату Шува. Это же знаменитый Шаббат. У него есть имя Шаббат Шува. В эту субботу следует особенно остерегаться праздности, написали мудрецы. Бесцельного времяпровождения, разных неподобающих разговоров. Она должна быть посвящена самоанализу, мыслям о раскаянии. Рамбам написал в своих законах о раскаянии, что исправление молитвы хороши в любое время, но в 10 дней между Роша-Шана и Йом-Кипуром они особенно желанные и принимаются небом сразу. Мудрецы говорили, что всем надо с особым усердием заниматься в эту субботу заповедями Торой, поскольку это первая суббота года. И сказано в Талмуде, в трактате Шаббат, как только весь народ отметит, как положено, первую субботу, будет общая, ну короче, победит мир. Но еще больше говорили, что как проводишь первую субботу, так проведешь все остальные. Поэтому надо сегодня немножечко подумать, немножечко поучиться, немножечко помолиться, немножечко подумать о том, с чем ты придешь к Йом-Кипуру. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего. Шаббат, шалом.